Трасса М1, участок вблизи Бреста. Здесь следуют маршрутки автобуса по направлению Жабинка-Кобрин. Время предпасхальное, поэтому людей в транспорте много. Сотрудники ГАИ останавливают микроавтобус, открыв двери которого, на первый взгляд, заметить нарушение довольно сложно. Однако провести опытных специалистов сложно. Оказалось, бус был самостоятельно переоборудован под большее количество пассажиров, вопреки правилам перевозки. Результат – серьезный штраф. Ежегодно с наступлением летнего периода увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. В связи с этим обеспечение дорожной безопасности именно с участием данной категории участников дорожного движения взята на особый контроль. Как правило, нарушения такого типа – одни из самых популярных. В погоне за дополнительным заработком водители пренебрегают безопасностью пассажиров, которые в случае серьезного ДТП могут получить серьезные увечья. В 2018 году с участием водителей автобусов зарегистрировано 36 дорожных аварий, в результате которых 3 человека погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести. С начала текущего года уже зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. Но так зарабатывают, к счастью, немногие. Среди других остановленных транспортных средств нарушений не было выявлено. Водители понимают свою ответственность перед пассажирами и стараются сделать все возможное, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно. Работаю на этой фирме уже в течение почти пяти лет. Стараемся всегда все соблюдать, чтобы пассажиры всегда сидели на своих местах, чтобы не повредились, все были пристегнуты. Все соблюдаем. Для тех же, кто еще пытается шутить с законом, правоохранители напоминают за нарушение правил перевозки пассажиров, им может грозить не только большой штраф. Для таких недобросовестных водителей предусмотрена дополнительная серьезная мера ответственности. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.